Приветствую вас. Можно, конечно, обвинять в том, что происходит, и вашу свекровь, и вашего мужа, да? Вот, но давайте подумаем, постараемся подумать все же ближе, как-то вот, по факту. Вот, что происходит по факту? По факту происходит, что вы сами согласились на то, чтобы быть с этим мужчиной. По факту происходит то, что вы сами впрыглись, так сказать, в это вот, как бы, ну, взаимоотношения. Такую форму взаимоотношений между вами. То есть, вот вы пишите. Муж не старается в свое свободное время проводить с семьей. Хорошо. Муж не старается в свое свободное время проводить с семьей. Возникает вопрос. Вопрос такой. А зачем ему проводить все свободное время с семьей? Для чего ему это делать? Если он уверен, ну вот, у меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление, что он уверен в том, что вы его, что вы никуда не денетесь, а с ребенком вы сами справляетесь идеально. То есть, как бы, ну, не нужна вам помощь в этом. Вот. Ну, по его мнению, по его мнению, конечно, это, по его мнению, это так. Вот. Понимаете, какая история? То есть, зачем мужчине приводить время с вами? Зачем мужчине больше уделять внимание вам? У него и так, в общем-то, все есть в общем и целом. У него все есть. И выникает вопрос тогда, а что вы сделали для того, чтобы человек, ну, как-то вот, был с вами? Ну, вместе, да, чтобы человек как-то вот попытался больше времени проводить с вами. Вот. Знаете, если ничего не делать для этого, то ничего и не будет, в общем-то. Знаете, какая история? Поэтому вам нужно самой простимулировать мужчину, чтобы он хотел проводить время с вами. Но здесь у нас момент такой, что вы по каким-то причинам изначально поставили себя, сильно ниже, чем муж, ну, чем ваш муж, вот. Потому что вы изначально сильно ниже поставили себя по отношению к нему. И я могу задать вам вопрос. А чем это обусловлено? Почему вы поставили себя сильно ниже человека? Какой целью вы это сделали? Понимаете? А тут, пожалуй, важные моменты, на которые, мне кажется, нужно обратить ваше внимание. Далее, что я увидел из вашего текста, это то, что вы говорите, что я много чего хочу, но куда я с ребенком, говорите вы. Это тоже важный момент. Ага. Почему вы, если действительно с чего-то ходите, если действительно у вас есть, ну, свои желания, да, и так далее, почему вы о них, об этих желаниях своих умолчали, о них не говорили, а если говорили, но муж вам никак не помогал, да, ну, не помогал, реализовывать эти желания, то, соответственно, почему вы согласились на этом? Ну, на его такое отношение, отношение к вам. А зачем? На что надеялись, чего ожидали, чего ждали, чего хотели. Вот. Как вы видите себя, ну, рядом с мужем? Как вы видите его, как вы относитесь к себе, как вы относитесь к нему? Любите ли вы себя, уважаете ли вы себя, цените ли вы себя, чем обусловлено такое скорое рождение ребенка? Да, то есть, ну, зачем так быстро ребенка завели? Вы, куда спешили, вам ведь всего 21 год, вы не хотели, там, например, работать сперва или, там, для себя пожить как-то? Да, то есть, вот, зачем спешили, что заставляло вас спешить или заставило вас спешить, лучше сказать, лучше сказать, наверное, так, что заставило вас спешить. Вот. Знаете, это такие очень важные моменты, потому что если вы не будете как-то более ценностно к себе относиться, если вы не будете более положительно, более любящим воспринимать себя, то и муж, ваш и свекровь тоже не будут вас воспринимать адекватно. Потому что это ненормально, что вы, по сути дела, делаете одну, одна всю работу за все, ну, за все. Ребенок это что-то такое, общее, на мой взгляд, да, это не только ваш ребенок, это ребенок и вашего мужа, это и, соответственно, внука, при крови и так далее, но получается все почему-то так, что с этого и стало. И ответственность здесь не вашего мужа, а ответственность здесь скорее только ваша. Я уверен, что вы позволили этой ситуации произойти. Вот. Но. Позволили вы этой ситуации произойти не просто так. Я более чем уверен, что не просто так. Значит, что-то вас заставило в эту ситуацию погрузиться. И я хочу узнать, что именно, что или кто заставило вас в эту ситуацию войти. Кто заставляет вас терпеть эти вещи, которые, ну, вообще-то говоря, вас очень, ну, довольно-таки так сильно дискредитируют. Почему вы терпите к себе такое отношение? Например. Например. Вот. Тоже, на мой взгляд, довольно важный момент. То есть, получается, что вас что-то заставляет в этой ситуации находиться, потому что вы даже не говорите о том, что любите своего мужа. Вот. Вот. Вас беспокоит то, что он мало времени проводит с семьей, но при этом вы не беспокоитесь о том, что он, как он к вам относится, как он вас воспринимает и так далее. Вам-то лично что нужно? для того, чтобы он был счастлив, муж, чтобы он давал с вами время для того, чтобы вы могли реализовать какие-то свои желания? или сразу реализовать какие-то свои желания? Что вам нужно? Чего вы хотите? Вот. Это то, о чем вам следует порог. Вот. Потому что пока я увидел жалость, даже не жалость, а жалобу. Я увидел жалобу на его мужа, что он плохой, ведет себя неправильно, а вы-то там что сделали для того, чтобы он так себя не вел? Сейчас у вас есть ребенок, вам нужно думать о нем. Поэтому, если вы видите, что ситуация такова, что муж не уделяет ни вам, ни ей должного внимания, то можно говорить о том, что это вредит и ребенку, в том числе. И если вы ситуацию не измените, то у девочки может быть потом, впоследствии, проблема при построении отношений именно с мужчинами. Если вы этого не хотите, то будет лучше, если вы как можно скорее, как можно более оптимальнее и оперативнее реагировали на подобные вещи. То есть не позволяли бы отцу так себя вести с ней. Потому что это заставляет ее думать, что она какая-то плохая, какая-то неправильная и так далее. И впоследствии у нее из-за этого могут быть серьезные трудности. Вот если вы этого не грозите, то как бы нужно брать правды правления в свои руки, да, и понять, что это ваша жизнь, и что именно вы и только вы решаете, как она будет. Вот. Кстати, очень рано вы вышли в ламусь, очень рано вы родили ребенка, и я хотел узнать о том, все-таки почему так рано. Для чего? Ну, то есть вы могли бы с мужем пожить просто в браке, да, тем более, что он живет со свекровью, и получается так, что вы как-будто были согласны на то, что он будет жить не один. И вы как-будто были согласны на то, чтобы жить вместе с ней со свекровью. И это точно довольно такой серьезный момент, это тоже довольно такая серьезная проблема. То есть получается, что вы хотели одного, а получили другое. И теперь вы в этой ситуации находитесь. И находитесь вы в этой ситуации по факту в позиции жертвы. Вы жертва, потому что ваш муж, по вашему мнению, это тот, кто вам вот причиняет какой-либо дискомфорт. Вот. Но в действительности получается так, что вы будто бы, будто бы. Ответственность ответственности за себя не несет. Вот подумайте, подумайте о том, что бы вы могли сделать, как бы вы могли поступить, что бы вернуть контроль над своей системой. Вот. Вот я думаю, что это будет вполне справедливо для вас. И это, пожалуй, 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 что единственный способ пока что выйти из этой ситуации, который вы оказали. На этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что вам помогло. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Перед тем, как закончить, мне бы хотелось отдельно упомянуть о том, почему мужчина может так себя вести. Да? То есть вот помимо тех причин, которые доставляет вас так себя вести. Страх одиночества, неуверенность в себе, там, может быть, что-то еще. Вот. Помимо этого. Что мужчина доставляет так себя вести? Так. Исходя из вашего текста, можно предположить, что он либо ввел в себе гад. Так. Всегда. Всегда. Вообще всегда. И тогда сделать, в общем-то, можно очень мало чего. Потому что, ну, мужчина, он всегда таким был, он всегда, скорее всего, таким и будет, да? Более всего, больший приц. Ну, для этого нужны стимул-стимулы, в общем. Для этого нужно человека ввести в определенное состояние, чтобы он начал менять что-либо в себе. Либо он начал так делать после какого-то эпизода в вашей жизни. И вот если такой эпизод был, то его необходимо разобраться. Потому что он очень важен. На этом все. Спасибо. Надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.